Наша совесть – судья непогрешимый, пока мы не убили ее. Он Реде Бальзак Сегодня неожиданно, внезапно, в дефиците оказалась совесть. Многочисленные круглые столы с участием политиков всех мастей поднимают вопросы экономики, политики, законов. Однако, ни один закон не будет работать сам по себе без участия совести. Любая тоталитарная система пытается прежде всего забыть о культуре и о совести. Ленин, Гитлер, Сталин считали первым долгом искоренить божественное значение совести и заменить его своим собственным. Слово «совесть» состоит из двух частей – корня «весть», что означает «знание», и приставки «со», что значит «вместе». То есть, другими словами, совесть – это сознание. Это ключевой момент, потому что именно сознание является инструментом для самоосознания. Самоосознание и есть квинтэссенция человека разумного, «homo sapiens». Тоталитарная система не приемлет совести, потому что не признает человека разумного. Человек совестливый, обладающий сознанием, опасен для безнравственной системы, для секты, для политического режима. Во все времена диктаторы первым делом пытались извратить понятие совести и уничтожить национальную культуру, подменив ее субкультурой, которая обслуживала режим диктатора. Происходила намеренная подмена понятий основных нравственных устоев, вплоть до отмены религии и подмены ее на политфилософию. В отдельных случаях имело место даже подчинение церкви в интересах диктатора. И в истории подобных примеров предостаточно. Но что делает возможным государство забыть о совести и диктовать целому народу волю одного единственного тирана? Ответ на этот вопрос находится в области культуры. Для подчинения народу своей воле необходимо уничтожить инструмент и плод самоидентификации народа, то есть культуру. Это как раз то, что происходит в России на протяжении 30 лет. А последние 10 лет особенно активно и цинично. Многолетнее уничтожение культуры сформировало новый класс. Бездумный электорат, которым очень легко манипулировать. Не исключаю, что остатки умных здравомыслящих людей в скором времени подвергнутся репрессиям со стороны власти. Уже вернулись прослушка и доносы. Заявление вроде «Кому не нравится Россия, уезжайте» и чисто шовинистическое воззвание. И более страшных слов для этого времени в России сложно придумать. Образование как система уничтожено. На очереди культура. Сегодня Россия среди 65 стран по качеству образования занимает 43 место. Когда уничтожается культура, тогда у народа возникает чувство обреченности. Я никогда не думал, что окажусь в стороне издевательства над своей собственной культурой. В моей родной России, где снова уничтожается здравый смысл и ценности целого народа. Сегодня нам навязывают мультикультурность. Надо где все культуры видеть. Да кто ж против-то? Однако, ежели ты находишься вообще вне поля культуры, прежде всего своей, национальной, то о каком постижении другой культуры можно говорить? Русскую культуру ожидает очередное унижение со стороны власти, сердцевину которой составляют спецслужбы. Под видом реформы театра возможно массовое увольнение неугодных власти актеров. Не исключаю, что правительство попытается из театров сделать послушный рупор власти. Театры и их репертуар будут подчинены политзаказу. Худруков вдолю, непослушных актеров на улицу. В любом случае ожидается усиление, давление на театр действующей власти. Полагаю, что первые жертвы театральной реформы, скорее всего, станут питерские театры. Вообще, в последнее время такое ощущение, что нынешняя власть перепутала 2012 год с 37-м. Демократия, безусловно, величайшее достижение человечества. Но Россия, похоже, вновь упускает возможность стать цивилизованным государством, ввергая себя в прошлое, голосуя за репрессии. Несменяемость власти – это не признак стабильности, а признак стагнации и отсталости общества. Демократия не может возникнуть на недемократических принципах. Но весь ужас современной ситуации в России еще и в том, что сегодня нет достойного лидера, человека культурного, у которого есть стыд. Много политиков, но нет политических деятелей. Есть рвущиеся к корыту власти, но нет патриотов, душой болеющих за каждого россиянина. В развитых странах люди выбирают политические программы и только в отсталых лидеров. В этом отношении Россия не западная страна, а скорее восточная. Без султана никуда, но это бег назад. Сегодня создана устойчивая система, при которой успех определяется не профессионализмом, а исключительно близостью к власти. Социальные и профессиональные лифты не работают. Без реально работающих простсоюзов демократия невозможна в принципе ни в одном государстве. Эгоизм сегодня негласно национальная идея. И эгоистов стало очень много, но не стало альтруистов. А ведь именно на альтруистах, на патриотах и высоко образованных гражданах высокой внутренней культуры только на них и может держаться государственное устройство. Так что пока нам, всем православным, остается лишь молиться за безбожников, властолюбцев, чтобы Господь даровал нашим мужам-миротворцам совесть. Спасибо.